Поехали! Итак, дорогие друзья, с вами Мороз Алексей, компания Кровмонтаж. В этом году известная компания Уникма проводит очередной турнир кроерщиков. И мы, соответственно, не могли пропустить это значимое событие. Поэтому мы здесь, в расположении главного офиса Уникма. Но я знаю, что я ваше видео точно смотрела много раз. Да? Да. Это вот он, Алексей Мороз. Алексей Мороз, простите. Мороз. Да, давно не смотрела. Сегодня, 3 марта, пройдет соревнование по монтажу гибкой черепицы и утепления подкровельных слоев. Гибкая черепица показала себя одним из популярных кровельных материалов. Но производителей, как видите, огромное количество. Простому несведущему человеку тяжело разобраться в соотношении цены и качества всех этих материалов. Гибкая черепица классифицируется по толщине, по слойности, по битуму, СБС модифицируемую или нет. Очень много нюансов. Такие мероприятия коммуницируют и потребители, и производители. Выигрывают все. На кровельный турнир попадают только проверенные, зарекомендовавшиеся компании со всей России. Кровмонтаж в этом году не принимает участие. В том году наша компания принимала участие в турнире кровельщиков и показала свое мастерство. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Об условиях конкурса нам никто лучше не рассказывает, чем сам главный судья. Андрей Дмитриевич Федоров. Здравствуйте. В чем суть этого турнира? Какие условия? Третий турнир мы проводим. Но вообще в Европе и в мире соревнования профессиональные проводятся давно. В России пока еще не сложилась вот эта система образования, поэтому молодых мы не найдем. Но вот эту структуру мы держим в запасе. У нас два кровельщика и прораб. Прораб это решающее звено. Он как дирижер. Один наставник это в зеленой футболке. Зеленой футболке. И два монтажника. У нас здесь сегодня проходит не только турнир, но и аттестация прораба и кровельщика. То есть вы потом можете проверенных по своим критериям строителей рекомендовать это своим клиентам? У нас уже есть, скажем так, институт аттестованных прорабами и кровельщиков. И информация об аттестованных прорабах есть на нашем сайте. И клиентам она доступна всегда. Стандарт уникма строительство кровельной системы. Мы решились обобщить опыт и выложить его в стандарт. Мы берем все лучшее, что есть в инструкциях производителей и обобщаем в один документ. Технология монтажа одинаковая. КТПАЛ один из первых пришел на российский рынок 29 лет назад. И, собственно, слово КТПАЛ было нарицательным. И когда в стране была всего одна инструкция с названием КТПАЛ, хорошая она, полная, неполная, плохая, она одна. Сегодня в этом зале есть частные застройщики, которые смотрят, кто как строит, задают хорошие вопросы. Это одна из целей нашего соревнования. Почему такая форма макета здесь? Здесь есть 90% тех элементов кровли, которые нужно знать. Просто яндово. Вот здесь яндово с выходом на скат, хребет, рантон, при стенах, при стенах. Потом вот такой гарман так называемый. Тешно труба, да? Все элементы миниатюрины. Данный макет уже готов под укладку гибкой черепицы КТПАЛ. Боковую планку металлическую нужно монтировать на ковер подкладочный. Обязательно и под ковер, а на ковер. И, не доходя сантиметр, обрезать кровельный материал. Потом это все, соответственно, будет проклеиваться кровельным битумом. Хочу сказать, что организация на высоте. Все в равных условиях, макеты одинаковые. Участие в этом конкурсе, попасть на этот турнир, это событие для любой компании. Что вы принесли? Нет, этого вообще не берите. Грануля отсыпается и на морозе трескется. Ну, а КТПАЛ нормально. Здесь СБС-модификатор 12, лучше, чем российский. Рекламации на него самое меньше в нашей стране. СБС-3, по-моему, в лидирующих. Вент-проходка пошла. Хотя нет, уже здесь оклад дымохода сделали, ребята, на этом стенде. Вот под эту часть металлическая подложка специально давлю пальцем. Это не просто гибкая яндовая, она не порвется, там металл. Специально сделали такой язычок, чтобы с яндовой водичкой чуть подальше отскакивала. Здесь представители компании Велюкс, они же судьи, и проверяют правильность монтажа мансардных окон. Подкровенное помещение требует освещения, а окна это и есть освещение. Это тоже элемент дизайна. Бытует мнение, что мансардные окна доставляют иногда очень много проблем, текут и все прочее. Но это не так, это не профессиональный монтаж. Сейчас мы зададим несколько вопросов техническому специалисту Александру Концевому, он же судья в номинации по монтажу окон Велюкс. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Много ли допускали монтажники ошибок по монтажу окон? Грубых ошибок нет, то есть есть какие-то мелкие недосчеты. Мансардные окна, головная боль с ними, то протекают, то еще что-то. Три основные ошибки монтажа. Это неправильное утепление, неправильная подготовка проема, неправильное сопряжение кровли и окна. Компания Велюкс периодически проводит семинары по монтажу, по правильному монтажу окон, по разборке основных ошибок. Наша компания даже есть у монтажников, сертикат монтажника окон Велюкс. Спасибо, Александр. Монтажник будет вставлять сверху капельник конденсата. Это обязательная часть. Он вставляется сверху окна и под уклоном, под гидроизоляцию капельник конденсата и оклад. То есть полностью исключить любые протечки от осадков и от образовавшегося конденсата. Такие необходимые решения, да, упрощающие монтаж. Как я показывал в своих видео, яндовое сверху сходится в замок, я свожу фальцевый. Есть такая вот вещь, рифленая, с конька на скат, соединение двухъендовое можно произвести. И вам как-то не нравился обрезанный лист металлочерепицы на гладком листе. Вот как раз есть переход со ската металлочерепицы на гладкий лист. Такая опция уникмы, она есть и компания сама производит. Осталось два часа до финала, когда останавливаются все работы. И уже можно посмотреть, кто отстающий, кто лидирует. По опыту вам скажу, предыдущего турнира картина сильно не изменится. Выделяется стенд под номером 2, импульс. Стенд номер 1, кровоэкструзив. И макет номер 4, текструйсель. А кто-то еще ложит подкладочный ковер. В таком порядке будут финальные места, первый, второй, третий. Судейство очень строгое и по качеству та или иная команда может откатиться назад. Вот моя любимая битва до последнего. Друзья, хотел представить вам продакт-менеджера завода КТПАЛ «Ласси». Он финн. Скажите, есть подобные турниры в Финляндии или, может, вы в Европе встречали по гибкой черепице? В Финляндии мы не имеем, но есть подобные соревнования, которые я видел в Латвии и в Норвее. Что вы скажете о уровне российских кровельщиков, монтажников? В Финляндии в Финляндии они гораздо более простые, в Финляндии и в Скандинавии это легче, чтобы их установить. Так что я думаю, что уровень установки здесь гораздо выше, чем в Финляндии и в Скандинавии. Спасибо большое. Спасибо. Великолепно в России. Великолепно в России. Как и мне. Нужно уметь не только работать руками и продвигать культуру, но... И вот компания Крофмонтаж, на наш взгляд, и боится делиться своим опытом, своими знаниями, своими ошибками. Спасибо, Сергей, за предоставленную честь. Спасибо компании Уникмы. Все ребята молодцы, на самом деле, достойные уважения. Всем спасибо. Конкурсный день подошел к концу. Все призы вручены. Был позитивный и полезный день. Всем удачи. Пока. До новых встреч в наших видеовыпусках. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok